друзья мы приехали в автосалон м53 он находится сзади меня все-таки решили купить себе машину первую машину которую мы будем смотреть это будет kia sportage 11 года насколько я помню вот если получится если нам разрешат его снимаем если не разрешат то увидите либо мое огорченное лицо либо увидите уже меня за рулем ну вот наступил второй день наших поисков автомобилей мы уже подготовились взяли вот такой вот наборчик это входит толщиномер зеркальце у бд сканер и лмк обычная получается еще а и эндоскоп самое главное kia sportage надо проверять на задиры в цилиндрах смотреть цилиндры очень попозже открою покажу что там вот вкратце там толщиномер эндоскоп и лмк зеркальце все поехали смотреть поехали также в автосалон м53 только уже находится который в другом месте оттуда поснимаем покажем как выбираем просто вчера было очень холодно камеры сели по пути туда поэтому не снимали ничего вот мы приехали в м53 мы уже на парковке сейчас будем смотреть спортажа что работает даже заведено все отправляемся смотреть на осмотр выбрали две машины сейчас пойдем смотреть как на хендай и x35 2 спортаж оранжевый стандартный цвет стандартно единственное у него что-то капот замерз и открывается он почему-то под кровавого не над кровом сейчас разберутся загонят посмотрим что там будет ну что мы выбрали вторую машину hyundai x35 черном цвете полторашка двигатель вот мы завели сейчас будем заезжать в тепло смотреть двигатель цилиндры смотреть в двигателе в общем все смотреть дальше единственное у нее есть небольшая проблема у нее дверь ремонтная покрашенная все все остальное в родной краске все родное стекла родные подушки не стреляны все отлично посмотрим как там мультимедиа работает вообще посмотрим машину в целом салон салон покажем расскажем выбрали себе машину в итоге это будет хендай x35 не спортаж вот этого спортажа мы смотрели а x35 нам понравился больше у него и год свежее и так внутри поинтереснее так скажем сейчас пойдем разговаривать по ценам и скорее всего сегодня уедем даже вечером на нем если купим зимнюю резину у ки она старее но и а x35 больше нравится мотор у кида больше пробежный там с ним по соответственно больше вопросов так было так все михал спасибо большое вам обращаться будем чаще поздравляю с покупкой спасибо спасибо большое все все таки сегодня на новой машине были мы в м53 ну вот мы в нашей новой машине которую мы купили буквально вчера вечером сейчас мы едем ставить ее на учет но перед этим сделать на тихосмотр страховку соответственно потом дальше поставить на учет мы поехали сейчас заниматься а потом мы вам покажем что это за машина для чего мы ее купили и почему именно вот я нахожусь на смотровой площадке гибдд сейчас будем осматривать автомобиль и после этого поеду ставить точнее не поеду а тут вот прям вот в это здание пойду ставить его на учет ну все мы поставили машину на учет новая птс . стс новые номера номера потом увидите на обзоре столкнулся с одной проблемой так вообще все прошло довольно быстро за час в общем то все сделали отдали документы нам там все распечатали сделали новые номера новый птс я сходил оплатил госпошлину вот как раз таки с госпошлиной и проблема у меня была смена фамилии так как я оплачивал через госуслуги я за пять дней до того как оплатить госпошлину поменял свои как это назвать свою фамилию на новую и за пять дней они не удосужились мне одобрить это соответственно изменить я оплатил госпошлину по старой фамилии прихожу мне говорят ваша госпошлина не будет она не работает потому что нам по старой фамилии а вы пришли по новой то есть к нам как бы пришел другой со своим человек поэтому идите сейчас оплачиваете через кассу и типа приходите там другое окошко пишите заявление на возврат вам типа все вернуть я такого ну хорошо сейчас все вернут пошел оплатил в кассу там 1300 рублей пришел в окошко думаю ну сейчас быстренько заявление заполнился нормально а нифига мне сказали вот вам заявление делайте распечатку чека то что вы оплатили на госуслугах прикладывайте туда паспорт прикладывайте туда скучок каких-то там 3 5 10 документов куча отправляйте все это через почту россии к нам сюда на баумана и через месяц мы только вам вернем деньги в итоге вот так через месяц денежка нам обратно придет в итоге заплатили около в районе трех тысяч ну соответственно там полторы тысячи нет еще 900 должны вернуть все едем получать новые номера в салфетке в салфетке в салфетке в салфетке Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На половину мультируль Без круиза контроля Туманки Двухлитровый двигатель Коробка автомат Что, кстати, меня удивило Я раньше никогда не ездил на механике У которой шесть передач вперед и одна назад Это очень классно Особенно, когда едешь попросить на шестую передачу Минус 100-120, едешь вообще... Коробка механика, извинись А я сказал... Автомат Коробка механика, да, извиняюсь На шестую поставил Едешь 100-120 вообще Прям классно Расход минимальный Расход у этой машины сейчас При моей езде Которой я еще не привык 12,3 литра Вот показывает Бортовой компьютер Это вместе с прогревами Что еще могу разделить Полноценный кроссовер Я уже успел на нем покататься В принципе, довольно достойный Очень удобно Очень тихо Несмотря на то, что Шумоизоляции у него нету Как таковой Очень тихо работает Вот сейчас работает двигатель Вот если не подойти Вот так вот не послушать То ты просто не услышишь Звук двигателя Выхлоп очень тихий Музыка очень хорошая Подогрев Ну, полный электропакет Зеркала Передние сидения Задние сидения Как я уже сказал На камеру говори, пожалуйста 17-й размер дисков Короче, машина прям классная Вчера мы ее оформили Все сделали Если интересно То выпущу видео Сколько это стоит Что еще Когда мы покупали эту машину У нас был самый важный критерий Чтобы она была без ДТП Либо из каких-то серьезных ДТП Эта машина вообще без ДТП Не считая одного маленького нюанса Но это вот ладно Покупали мы ее в салоне в М53 Нам там предоставили Все возможности Загнали ее в теплый бокс Дали инструмент Ну, не дали А дали человека Который будет это все делать Везде посмотрели Осмотрели Заглянули в цилиндры Все посмотрели масла Все жидкости Все подвеску проверили То есть абсолютно все Дали толщиномер Ну, по сути сделали все Чтобы мы ее купили Второй вариант у нас был Kia Sportage Года постарше 2012-2011 Не помню уже точно Абсолютно идентичная машина Единственная Она вроде бы была Если я не ошибаюсь На автомате Что лично для меня Немножко похуже Я больше к механике Склонен У нее была проблема У нее в цилиндрах Появились небольшие задирщики Некритичные Но это значит У машины пробег Был около 130 тысяч А так как Такие задиры Значит, что скорее всего Капитальный ремонт двигателя Никто не делал Соответственно Это придется делать нам А стоит это около 100-150 тысяч рублей Если нормальными Затусами делать Оригинальными И качественными Что соответственно Нам не охота Здесь мы заглянули В цилиндры Вообще отлично Даже видно Сам цвет поршня Как он выглядит Хон весь ровный На стенках поршня То есть зеркало Все осталось Ничего не исключить Не брякает Все жидкости в норме Все чистенькие Все масла Антифриз Все А, еще напомню До этого Я ездил всего на одной машине У которой есть электрический Как это? Эур Электрический Блин, я забыл Как называется Электрогидроусилитель Короче О, электроусилитель руля Очень легко Очень плавно Не так, как гидроусилитель руля Здесь вообще классно Мне понравилось Я остался машиной доволен? Да Я остался очень доволен покупкой М53 Вам спасибо Что помогли подобрать машину Отдельное спасибо Михаилу Фамилию не помню Но Если ты смотришь это видео Ты узнаешь себя В общем-то вот То, что мы купили Мне нравится Жене моей нравится В общем Думаю, будем ездить И кайфовать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok